Сегодня по всей стране начался основной период сдачи единых государственных экзаменов. У ворот девятой школы собрались 11-классники из всего района, которые решили сдавать ЕГЭ по химии, литературе и географии. ЕГЭ по литературе я готовилась год. Желаю всем удачи на экзаменах, чтобы все было хорошо, и вы получили желаемые баллы. Готовился на протяжении двух лет, упорный труд к химии, бывали и бессонные ночи. Желаю, конечно, поступить в медицинский университет. Я вообще не волнуюсь. Я как Гагарин. Гагарин перед взлетом вообще не волновался. И перед взлетом сказал поехали. Вот я так же говорю перед ЕГЭ поехали. Я хочу поступить в город Краснодар, Кубгау, управление административного права. И я надеюсь, что туда я поступлю. Сдаю литературу. Желаю всем удачи. Я готовилась год к этому предмету. Переживаю, немножко такое волнение присутствует, но иду с настроем, что я все сдам, я все смогу. И всем такого же желаю. Всем удачи. Хочу поступить в высшую школу экономики на журналистику, поэтому я сегодня сдаю литературу. Готовилась два года. Ни пуха, ни пера. К черту. Сегодня первый экзамен, ребята сдают. Волнуются, конечно, но я очень уверена за своих детей. Они у меня хорошие, умницы. Поддерживаю как могу. Спасибо родителям, что поддерживаю. Я думаю, что все будет хорошо. Удачи и успехов. Ребята прошли все этапы проверки паспортов, пропусков для сдачи экзамена, на наличие запрещенных предметов. С собой можно взять только ручку с черными чернилами, линейку, непрограммируемый калькулятор, паспорт, бутылочку воды и лекарства, если они необходимы. После проверочных процедур ребята прошли в аудиторию для инструктажа перед сдачей ЕГЭ. Сегодня первый экзамен задают 11-ти классники. Более 70 детей сегодня пишут ЕГЭ по предметам по литературе, географии и химии. Основной период сдачи ЕГЭ – это с 23 мая по 5 июля. Желаю ребятам успешно сдать все экзамены. В мае предстоят еще экзамены по русскому языку и математике. А результаты сегодняшних, первых ЕГЭ, станут известны до 6 июня.